так друзья всех приветствую мне тут новая подставочка куда-то на мне плывет чего-то уплывает так всех приветствую на связи ксения и давайте по традиции слышно меня видно меня побашите ручки сердечки ага так все вижу спасибо друзья так ну что сегодня тема нашей встречи это о том как хранить потому что самые часто задаваемые вопросы и у нас был уже на эту тему эфир поэтому тем кто сейчас послушает да если вдруг мало будет то можно будет вернуться еще один эфир посмотреть по факту условия хранения они у нас какие вообще сухофрукты что у нас любят это прохладу сухость и покой собственно вот храните пастилу сухофрукты дома я сейчас буду говорить про дом да потому что условия хранения на производстве и те кто уже открыл производство я думаю что они вообще в курсе как все это хранить да поэтому давайте поговорим о том как хранить дома и скоро скоро сезон вот так сезона в сезон мы с вами быстро передвигаемся поэтому что нам понадобится здесь у меня есть крышки крышки вакс они есть разных наборов разное количество крышек есть и 20 крышек есть и 28 крышек вот так они выглядят те кто не знаком с ними вот такие разноцветные красивые яркие насос есть и что мы с вами делаем смотрите вот здесь у меня шиповник в банке да и чтобы я советовала хранить это то чем вы часто пользуетесь например ну вот шиповник до берете эту баночку крышку обязательно обратите внимание на то что эти крышки они многоразовые да и очень важно чтобы сама сама крышка банки донышко банки было целостным иначе у вас не получится вот этого вот вакуумного эффекта еще чтобы я посоветовала например пастила скрутили трубочку положили в баночку и поставили себе там шкафчик достали потому что если вы оставите пастилу просто на столе да то она вас станет такая сухая у нас вообще прям в эти иногда мирослав как сухарики сухарики просто и ест крышки вакс еще обратите внимание если будете приобретать крышки вакс недавно у нас была такая история написала клиентка купила где-то на маркетплейсах черку бернер оказалась подделка это завод находится в самаре называется исток то есть неважно у нас вы будете приобретать еще где-то пожалуйста обратите на это внимание да вы покупаете оригинал не подделку чтобы все это вам служило долго вообще я этими крышками пользуюсь ну очень давно как только я не узнала вообще если честно с того момента когда я начала заниматься сухофруктами вот теперь про то как хранить пастилу я сейчас вам покажу то как мы это делаем у себя на производстве мы отказались от перекладки листов пастилы пергаментом и этот вариант вообще очень очень легкий очень простой сейчас вам покажу берете обычные обычные ребята полиэтиленовые пищевые пакеты разрезаете этот пакет в целях экономии да так сказать мы так мы так делаем разрезаете пакет и перекладываете листы с пастилой хорошо на пакеты дабы не шуршать как это было прошлый раз слишком громко смотрите вот они пакеты обычно еще раз полиэтиленовые так то нет разрезаны и каждый слой пастилы мы прокладываем вот этими пакетами пакеты в отличие от пергамента не прилипают ну то есть не остаются у вас потом на продукте но что еще обращаю внимание когда перекладываете пастилу хорошо убирается вот отсюда воздух прям чтобы она вы знаете видите она уже такой у нас достаточно спрессовалась дальше если вы храните дома то можно взять либо большой пакет зип-лоп замок есть такие посмотрите продаются у нас сейчас на производстве нет поэтому показать не могу мы пришли на хранение вот в таких пакетах такие пакеты вам сейчас еще покажу берете все это пастилу складываете в пакет и дальше у нас помощник наш помощник стать у нас разобрали все запаечки заказали сейчас новые идут пути берете запаищек запаиваете пакет и все и она у вас хранится может очень долго насушите летом и свежие ягоды и будет лежать у вас самое главное что знаете да что у нас теплый воздух он легче холодного поэтому поднимается вверх и храните пожалуйста в темном месте чтобы не попадали прямые солнечные лучи у меня это дома лежит кухонный гарнитур нижние ящики у меня есть один один отдел которые прям под под сухофрукты там лежит у меня пастила корзинкой и в ней вот так вот сухофрукты что еще очень важно при хранении пастилы это чтобы она была ребята у нас досушена водички возьму хлеба ну потому что если пастила не просушена она у вас лежит и температура должна быть не выше ну 23 25 градусов то есть тоже на это обращайте внимание не буду сейчас говорить про то что хранить в холоде нельзя да дабы мы движемся в лето поэтому скажу что обращайте на температурный режим обязательно дальше вот эти пакеты мы используем не ниже 65 микрон потому что все что ниже пакет могут моль и не знаю там еще ручки какие-то все это прогрызть это такой достаточно плотный материал вот потому что не обязательно что все это у вас заведется в сухофруктах да потому что тут недавно да и вообще я думаю у каждого был случай жизни когда в крупе с магазинах принес что ли и потом надо все перебирать поэтому если будете делать заготовки то это действительно вас спасет и сохранится надолго вот еще у нас есть пакеты сейчас мы ввели такие большие под пастилу есть таких среднего размера и маленького размера под сухофрукты почему потому что если мы говорим про хранение дома да то я бы советовал все таки хранить сухофрукты либо такого размера среднего либо вот так вот как здесь у меня вот такой вот маленький открыл запаял положил можно то чем пользуетесь часто например я не знаю вот я люблю воду с апельсином лимон сушеный например положили в банку поставили шкафчик достали все дальше опять насосом закрыли и все она у вас хранится про пастилу ну наверное это все что я вам все сказала что ты это летяга летяга какая-то куда-то куда-то вылетаю вот если есть вопросы про пастилу давайте спрашивайте и если нет то мы с вами перейдем к сухофруктам тут достаточно не в прошлый эфир говорила и вообще говорю не здесь нет ничего ребята такого сложного на что нужно то сухофрукты любят прохладу сухость и покой теплое место сухофрукты как они хранятся у меня дома вот в таких пакетах у меня обязательно есть вот такие пакеты крафт потому что когда мирослав идет в сад в машине у нас всегда лежат вот так есть орешки да то есть я беру с такого пакета сложила себе в пакетики бросила в машину и у тебя всегда с собой перекус вот так сложила крафт пакеты очень спасают и если пользуетесь ими только вы дату они могут вам послужить и не один раз вот на производстве у нас такой пищевой ухаб небольшой мы запаиваем тоже через запаящик тоже не ниже 65 крон дабы сохранить все наше бедро походу походу быстро быстро я вам все рассказала так ребята вы не слышите у меня тут что-то зависает интернет видите слышите меня так руки руки вижу значит виды слышно просто экран периодически зависает поэтому ребята секретов в этом нет просто будьте внимательны к тому что вы слушаете как вы к этому относитесь дальше в хранении пастилу были такие вопросы можно ли хранить пастилу в одном пакете разных вкусов у меня такого опыта нет поэтому я тут вам точно не советчик потому что у нас на производстве каждый вкус пастилы разложен в отдельные пакеты да и дома я тоже их по факту никогда не смешиваю то есть у меня отдельный бюджет если смородина то это смородина если малина это малина если с медом то с медом без меда это без меда поэтому смотрите как это будет удобно вам и поэтому мне кажется что все таки запахи в пакете перемешаются вот мне нравится все таки когда берешь смородину и пастилу и чтобы там все таки была смородина а не еще какие-то дополнительные запахи а вот про крышки вакс те кто присоединяется я говорю и советую буду всегда советовать даже это касается не только сухофруктов например зимой там открыли вы закуску или летом что-то в банке то есть она убирает оттуда воздух очень хорошо вакуумирует и продукт очень хорошо сохраняется единственное опять же скажу смотрите всегда на завод-изготовитель это самара вот не попадайтесь на подделочки вот что еще сегодня я вам хотела сказать по поводу того давайте так есть у вас вопросы потому что мне это все понятно и мне кажется это вообще все все так понятно поэтому я даже иногда когда ну вот начинаю готовиться к прямому эфиру не видя например вопросов или вашей обратной связи не очень всегда понимаю получилось ли мне донести до вас эту информацию или все-таки протараторила сама себе и пошла и пошла дальше довольная ну и что хотела еще рассказать о том что у нас компании экоснеки снимается с продажи сушилка вот она у меня стоит здесь вольтера мы больше не будем продавать ни самую эту сушилку не комплектующие не все что с ней связано вот у нас сейчас небольшое количество остатков вот поэтому если нужно то пожалуйста обращайтесь фруктовые чипсы как-то надо хранить по-особенному какой лучше выбрать сушилку из пластика или из металла так как хранить сухофрукты вы наверно к тебе присоединились да я советую и то как мы храним у себя на производстве это пакеты и запайщик кто-то пользуется вакууматором мы не пользуемся вакууматором ни на производстве ни у меня дома поэтому здесь я такой совет раздавать не буду можете просто зайти и я не знаю посмотрите пищевые пакеты ziploc замок он может быть любого размера так же как и эти пакеты вот вы достали свою продукцию все замочек опять закрыли и положили единственное что те фрукты которые все-таки выбирает в себя влагу да и становятся не такие хрустящие например мандарины они здесь прям прям хрустят понимаете я люблю цитрусовые когда хрустят если вы их положите просто в пищевой контейнер тоже знаю что кто-то хранит пищевых контейнерах не храню дома не в контейнерах не на производстве не храним просто когда уже идет фасовка тогда тогда у нас высыпается все это в эти контейнера и оттуда фасуем для того чтобы не постела не трескалась какие советы запекать яблоки без шкурки меньше добавлять воды так сейчас еще отвечу на второй вопрос какую лучше приобрести сушилку из пластика или металлическую смотрите мы не просто так вернее я не просто так приняла решение снять с продажи сушилку вольтеру по одной простой причине я с этой сушилкой знакома с 2017 года сушилкой изидри я познакомилась так вплотную когда приобрела компанию экоснеки недавно сушили с племянниками и с женой моего брата и поставили две сушилки дома прямо дома поставили мне потом юля говорит слушай ну это небо и земля она тоже была незнакома с сушилкой изидри плюс сушилка вольтера можно ли на ней сушить конечно можно можно вообще сушить на разных сушилках можно сушить на солнце на батареи вообще где угодно можно ли сушить на металле тоже можно просто выбирайте всегда смотрите какой материал плюс листы для пастилы вольтера мне они не нравятся как бы от слова совсем сам пластик он тонкий эти листы очень быстро деформируется можно сушилку вольтеру например как как мы это делали и смотрели листы от изидри они подходят сушилку вольтера если у вас там нужно как-то поменять то знаете что они по размеру подходят можно плюс срок годности сушилка вольтера пять лет срок годности сушилки изидри он не ограничен у меня вот здесь ну вопрос в пластике то есть если мы берем продукты у себя я не знаю там сада огорода мы купили и мы сушим на пластике не очень хорошего качества да то тут как бы вопрос она же все все в продукт себя впитывает вот поэтому поэтому я решила что буду продавать только то чем мы пользуемся на производстве то чем пользуюсь сама и за это я точно могу ответить вот вот как-то вот изидри покорило мое сердце а вольтера остается похоже в прошлом по поводу яблок и чтобы пастила не трескалась смотрите там же есть очень много нюансов одно время здравствуйте в вашем каталоге рецептов пастилы все в граммах указывается да все указывается в граммах пастила она может трескаться не только потому что вы взяли не то яблоко или например вы не знаю со шкуркой без шкурки потому что мы одно время когда только начинала то мы вообще и я об этом говорила и буду говорить что можно готовить пастилу не только из запеченного яблока можно готовить из сырого мы так делали пастила может трескаться из-за того что возможно очень густое пюре сколько вы разлили на подон это такая отдельная отдельная большая тема поэтому там очень много нюансов вот вообще с пастилой у меня тоже бывает когда я сама делаю знаете бывает такое она не совсем как вот прям как мы раньше говорили там в хлам потрескалась да но где-то трещинки есть но я особо на это не очень-то дома обращаю внимание а здесь на производстве у нас уже конечно есть калькуляционные карты сколько на сколько яблоко мы берем пюре и даже какое количество воды но всегда посмотрите просто мой совет само пюре когда смешаете ягоду и яблоко оно должно быть вот такой консистенции как детское пюре и все и толщина посмотрите какую наливаете тоже важно про сушилку вольтера те кто сушит на сушилке и сейчас мы движемся в сторону сезона да сейчас у нас апрель у меня мама на даче и вчера присылает фотографию а там уже цветочки пробивается и такая говорю ого уже она говорит ну да вот так что еще чуть-чуть и будет клубника вот так что помните о том что время время бежит очень быстро и позаботьтесь об этом заранее потому что по опыту прошлого года я понимаю что один-два дня они тоже очень-очень важны да вкус пастилы свежих фруктах или замороженных отличается по мне так отличается и вообще я хочу вам сказать у нас же как происходит здесь на производстве например там мы покупаем замороженную ягоду в сезон мы замораживаем ягоду и если мы делаем например ту же клубничную пастилу вот берем клубнику не замораживая ее свежую и готовим то и аромата аромата больше и вкус другой поэтому да отличается но вы же понимаете что не получится все так сезон сезон столько насушить поэтому мы замораживаем на производстве замораживаем но со свежей мне нравится больше вообще все свежее все свежее вкуснее да особенно еще с грядки если сам вырастил то вообще прекрасно так друзья я с вами на 30 минут у нас буквально остается 7 минут у нас очень тепло открыли окна на производстве тут периодически хлопает просто я живу в корее здесь нет такого понятия как сезона цены на фрукты очень дорогие ну что скажешь бывает бывает ну можно же делать смотрите из из замороженного мы яблочное пюре замораживаем особенно когда делали пастилу только из свежего яблока мы закупали большие партии здесь в самарских садах вот и перерабатывали яблоки ну то есть у нас перебирались яблоки одного калибра они шли на сушку яблоки поменьше у нас шли как правило в пастилу а так как объем большой и нужно было перерабатывать быстро то мы перерабатывали перерабатывали замораживали дальше доставали размораживали и сушили и дома у меня например сейчас мы переезжали и я освобождала морозилку у меня там и банановое пюре было заморожено черноплодка была заморожена груша заморожена была и я просто сделала причем очень 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 интересная получилась пастила и она кстати и детям очень понравилась и мне самой и она была без яблока это была груша замороженная черноплодная рябина замороженная и банановое пюре замороженное я все это просто смешала на глаз знаете так сколько сколько было все смешало такой творческий процесс и получилась такая очень очень интересная пастила особенно от груши вот эти крупинки как-то ну прям мне очень понравилось скажите как долго хранится пастила и можно ли готовую пастилу запаивать в пакеты да вы видимо не так давно присоединились как долго хранится пастила у нас вообще срок годности мы пишем как производители 12 месяцев но я вам хочу сказать по опыту что лежит она дома и больше и первое время когда мы только начинали тестировали то но единственное что конечно вкус и цвет теряется можно ли пастилу запаивать в пакеты да можно я показывала будет эфир в записи что мы пользуемся вот такими пакетами не ниже 65 микрон а можно купить просто пакет зиплок замком укладывайте туда пастилу и она хранится там прекрасно сейчас я для вас покажу еще раз те кто присоединился как мы это делаем на производстве мой совет вам дома обычные поэтиленовые пищевые пакеты разрезаете разрезаете и вот так прокладываете каждый лист дабы она не скипалась и очень очень хорошо хранится долго хранится не прилипает то есть там вот так вот спокойненько потом убираете и все у вас получается пастила единственное смотрите убираете воздух вообще чтоб воздуха было как можно меньше положили в пакет еще раз вот так руками проехались хорошо все убрали либо запаяли либо замочком закрыли еще можно я если честно дома не храню пастилу в банках вообще вот но знаю что так делают скручивают трубочкой уложили сюда и крышкой закрыли надо достали поели опять закрыли крышка многоразовая ничего и не делается очень интересная цвета мне нравятся их яркие так ну что ребятки две минуты еще хотела хотела что вам сказать это во первых поблагодарить вас за обратную связь вот когда делаем опрос в соцсетях и вижу как вы откликаетесь и на самом деле это очень дорогого стоит так что спасибо вам большое вот очень очень ценно и приятно поэтому почему у нас возник сейчас этот эфир по хранению потому что очень часто захотела еще сказать девчонки пишут девчонки пишут вот поэтому и сделали такой эфир возможно будет еще на эту тему серия рилс просто коротенькие будем делать да чтобы оно как-то в ленте мелькало и вот здесь у вас вот здесь у вас сохранилось как все это добро сохраните чтобы ничего не портилось никто у вас там не завелся не дай бог потому что у меня было все вот так про сушилку я ответила да пластик или металл сказала что можно сушить на чем угодно это только ваш выбор почему сейчас скажу мы с Сашей вот выходные ходили на фестиваль у нас в городе называется трансформационные игры я никогда не играла но только я только слышала про это что такое вообще в природе существует я такая по натуре очень очень любопытная вот познакомилась с девушкой она мне такая говорит ну приходи Ксения я прихожу домой и Саше говорю Саша я короче пойду на фестиваль он мне говорит о и я с тобой активированные орехи как суши для продажи будет в первом блоке нет не будет нет не будет да про орехи тоже на самом деле все все там просто и я в прошлом эфире говорила да что вообще уже не поймешь тут слушаешь говорят одно а здесь говорят другое ты такой фу я могу сказать только как как это делаю я и как делала как делаю и если начну делать по другому то тоже этим поделюсь мы просто орехи промываем проточной холодной водой хорошо промываем дальше мы закладываем все это у нас в шкафы если вы дома просто положили на сушилку температура не выше 55 градусов ну вот только мясо мы сушим на температуре 60 плюс все остальное все остальное пастила у нас сушится при 45 градусах на производстве дома я иногда ставлю 50 ну вот такой мне разбег 45 55 у меня дегидратор рамид все подоны деформировались вот я про эту сушилку если честно ничего не могу сказать потому что я никогда не пользовалась я так понимаю это квадратная сушилка да никогда не пользовалась квадратной но у меня есть знакомая которая сушит на квадратной сушилке и как бы ей очень нравится то что листы пастилы и зитри ну они правда качественные не деформируются они ну если вы там конечно температуру не влупите маму не горюй и обязательно когда моете листы тоже об этом говорю никогда не моете горячей водой теплая вода и пожалуйста будьте бережны к тому что вы покупаете стоит это ну правда хороших денег да поэтому просто губка просто мягкая тряпочка теплая вода бережно все смыли и сразу как только посушили мойте не складывайте пожалуйста не надо этого делать насколько увеличивается время сушки если увеличить количество поддонов смотрите у меня дома сушилка я дома вообще сушу вот вам в прямом эфире да то есть редко я это делаю там Саша у нас экспериментировал одно время мы сушим на пять поддонов у меня на производстве мы сушим пастилу это двенадцать поддонов но если вы поставите пять поддонов и двенадцать то время сушки конечно будет разное насколько увеличится ну я думаю в пределах двух-трех часов вообще чем больше что-то я сижу и думаю сейчас вот ведь я вам набру что-то я думаю я вам набру но если оно увеличится то не намного если вы будете сушить пастилу вот то может быть ну в пределах двух часов если это все-таки сухофрукты то что пять поддонов что десять поддонов разницы не будет вообще мой совет что я бы советовала 10 максимум 15 поддонов насколько эффективна сушка на двадцати поддонах вот я сейчас только что вам ответила что я бы советовала это максимум 15 поддонов не больше вот потому что ну у меня нет такого опыта вообще сушить на двадцати поддонов поддон и я себе плохо представляю вообще если поставить 30 поддонов хотя говорят что можно нарастить 30 поддонов но это скорее всего если просто сушить ну что-то легкое там думаю траву в сезон еще что-то так 10-15 поддонов это прям самое самое оптимальное и какое потребление киловатт изидри я вам вот это не скажу сейчас так сходу если вам интересно про сушилку изидри сколько потребляет у нас напишите пожалуйста в директ либо под любым постом сообщения с вами связываются менеджеры и там прям пришлют вам очень подробную информацию еще чем мне нравится сушилка изидри это трансформационные игры не договорила приходит саша бит я тоже хочу мы приходим с ним туда на этот фестиваль и там как правило было больше женщины и когда ты садишься играть мы знакомимся говорим как на завод кто чем занимается и вот здесь я собственно как вам сказать можно сказать что две-три сушилки точно продала потому что когда начинаю говорить что мне производство сухофруктов и пастилы и одна девушка говорит вот я все думаю какую мне сушилку купить вот и мы начинаем с ней общаться и я ей рассказываю а для чего тебе сушилка ну то есть есть у тебя дача есть ли у тебя там не знаю сад какой объем тебе нужно она говорит у меня собака и я хочу вот начать сушить для нее сама вот она хотела себе купить квадратную сушилку и я стала ей говорить чем отличается квадратная сушилка от круглой сушилки допустим изидри да и объясняю что вот ты купишь и у тебя здесь определенное количество поддонов и ты больше не нарастишь здесь ты можешь взять себе 5 поддонов 10 поддонов и 15 поддонов 15 поддонов это это то ровно на чем я сушила сухофрукты 15 поддонов прекрасно просушивается пастилу мы крайне редко ставили на 15 поддонов только когда у нас был этот скажите мне режим нон-стоп так мы ставим 12 поддонов и прекрасно все просыхает вот так что про это наверное сейчас будет еще к тем кто например хочет от как вам яблокорецкой изидрия никак не знаю не пользовалась мы одно время пользовались и потом перестали еще и батарейка хочет сесть вот не пользовалась не знаю не скажу а постела время эти постела время температура какая должна быть мы сушим на производстве ставим в 5 давайте так я сейчас вам скажу что если посмотрите у нас очень много информации есть в соцсетях в любой соцсети где хотите зайдите посмотрите пожалуйста я могу вам сказать на своем примере а мой пример это производство где мы ставим 12 поддонов температура 45 градусов ставится это в 1700 8 утра приходят и снимают но у нас стоит большое количество сушилок поэтому зависит от того какая влажность сколько у вас там поддонов но в среднем 10-12 часов мясо и растительные продукты можно использовать одним и тем же поддонов если тщательно нельзя мыть и не поняла вопросы один и тот же поддон можно использовать и для мяса и для ващей для пастилы просто берете моющее средство мягкую мягкую поверхность губки либо тряпочку и все это смываете скажите пожалуйста сахар добавляете надо или нет нет сахар не добавляем сахар не добавляем это время мы на производстве делали пастилу сахаром это было два вида скажу почему мы делали это это было связано с первым проектом мы делали пастилу крыжовник киви без яблока и добавляли сахар нам было важно чтобы пастила была прям зеленая мы из нее делали елочки а потом отказались от этого и и больше не делаем второй вид пастилы это было с красной смородиной почему с красной смородиной делали с сахаром потому что по моему какие-то клиенты у нас просили им было вообще неважно есть там сахар или нет либо для того чтобы мы хотели сохранить цвет она же еще кислая такая была вот и хотелось вот этот цвет сохранить разница пастилы из сырых яблок и из запеченных яблок это всегда цвет то есть если вы запекаете яблоки то пастила она как-то ну по мне и помягче и цвета у нее поярче потому что сырое яблоко она все-таки цвет съедает какие вы сегодня активные ребята очень радует я вижу ваши руки спасибо большое я всегда и всегда этому радуюсь если честно как ребенок эффективность сырых яблок будет вырабатываться но я же вам рассказываю именно свое на своем примере да будет ну что давайте еще он наверное минуточки две да и поеду я еще и хотела бы рассказать историю про вот трансформационные игры и про то как как бы это сейчас не звучало продать себя на то есть познакомиться с новыми людьми да вот в моем случае это была консультация по сушилкам кого-то заинтересовала продукция и говорят ой я люблю со мной рядом девушка оказалась и она занимается микро зеленью и стало так интересно она открывает телефон причем мы с ней на двух играх сошлись она когда пришла сейчас отвечу сколько сушилов на производстве и когда мы оказались на второй игре рядом вместе она мне говорит ой тебе не кажется что это знак я говорю но похоже она открывает свой телефон и показывает мне фотографию сухофруктов и какой-то наборчик она там сделана мне говорит мне это так нравится и так хочу этим заниматься давай встретимся поговорим я такая ну окей давай встретимся поговорим вот потому что вопросы есть если вы начинаете дома творите потому что я не перестаю вами восхищаться например те кто приобрел у нас курс на суши ешь люби есть чат самый живой это чат полезные сладости называется я когда смотрю на то какое разнообразие просто девчонки там творят то есть они там сами себе помогают я вообще там выступаю крайне редко вот я просто не перестаю вам удивляться и восхищаться и поэтому если вы смотрите все-таки в сторону того что не говорю сейчас открывать производство а просто начать продавать и это смотреть как какой-то дополнительный доход для себя да и не такую реализацию то вот ходите и общайтесь потому что я долгое время вообще просидела в этой своей ракушке онлайн так меня съел вот и сейчас выхожу вот этот оффлайн и и я вам хочу сказать это настолько дорогого стоит просто так прекрасно поэтому общайтесь предлагайте угощайте и клиентов себя найдете где и сколько времени вы храните пастилу для наличия посоветуйте вакууматор в каких случаях его удобно использовать вакууматором вообще не пользуюсь ни на производстве не у себя дома посмотрите пожалуйста в записи показала какие пакеты быстренько есть вот такие не ниже 65 микрон и обычные zip lock замки вот такие большие пакеты туда складываете все убираете воздух закрывается темное прохладное место и все и будет вам счастье сколько у нас сушилок на производстве сейчас был вопрос у нас по моему порядка 15 15-17 сушилок сушилок сушим у пастилу только на сушилке и зидре есть профессиональные шкафы техника ростов но там только сухофрукты пастилу там не сушу такого опыта у меня нет так на что друзья мои спасибо вам огромное за ваши вопросы за ваше участие за то что вы приходите я всем говорю что когда общаемся и спрашивают как называется компания я говорю о снэке и с маркетологи с маркетологом вот мы общались там еще раз говорю мне все время говорю у меня потрясающая целевая аудитория когда говорят ваша какая целевая аудитория у меня просто потрясающее самое лучшее поэтому говорю вам это чистого сердца души и всегда очень приятно что приходите смотрите даете обратную связь вот если что-то непонятно я вас тоже благодарю если что-то непонятно сумбурно хайпа не боюсь поэтому пишите если что-то нужно повторим еще раз вот потому что я говорю какие-то вещи возможно они для меня кажутся но настолько простыми что об этом может и не надо говорить а для вас возможно это будет ценной информации поэтому пишите и на связи вот побежала у меня тут мирослав спасибо спасибо огромное мирослав вот три года исполнилось и опять же была вот на встрече пообщалась женщинами женщины услышите меня говорят что говорят и я тут проверила точно работает что женщина заряжается от мы же такие больше раздаем а где нам брать эту энергию потому что по себе это почувствовал в какой-то момент что вы энергии мне не то что на нуле она где-то там в минусе и так женщина откуда берет энергию это природа поэтому сейчас весна лето прогулки дышите гуляйте я тут пойду на марафон называется на шагайка 10 тысяч шагов в день хочу попробовать вообще получится мне не получится и так как мы сейчас дома переехали в квартиру у нас там рядом лес а я обожаю лес и такая думаю значит совмещу полезность приятным опять же энергии заряжусь природа дальше это женское общение и вот побыв на этих играх плюс я тут пошла на обучение в тольятти и вот этот женский какой-то энергообмен он правда настолько заряжает и тебя прям ты жить хочется тебе хочется по-другому выглядеть и он тут сходил кстати нарядилась вот и третье это духовное то есть в моем случае это поход в храм я иногда могу вообще заехать там в джинсах и и побыть какое-то время это и меня это тоже очень действительно наполняет про мирослава мирослава три года у него вообще я не делала ему прививки вот и мы сидим общаемся с девочками и одна говорит зашла речь о детях одна говорит там я прививки не делаю другая я тоже не делаю говорю вот у меня третий ребенок я тоже не делаю и на это есть своя причина ну возможно когда-то расскажу если будет интересно то что там вебикнете сделаем какой-нибудь такой девчачий девчачий эфир вот есть на той причине и когда родился мирослав я отказалась полностью от прививок а так как у девчонок дети повзрослее уже в школе учатся они говорят ой сколько мы всего прошли там вот эти карантин и тот и тот и сижу такая думаю так странно я вообще этого ничего не чувствую ходит уходит ребенок и все классно не знаю как это работает этот вечером звонок от воспитательницы и она такая говорит ксения здравствуйте у нас там ребенок кори заболел в садике и все те кто без прививки уходят на карантин до 23 числа у меня если честно началась паника я бегу к саше говорю алё че будем делать у меня работы много вот и сегодня мирослав у меня с моей подругой и если не приехала до сюда на производство готовилась тут вам к эфиру и ходила с такой благодарностью внутри подумала господи как же классно куда у тебя есть друзья есть подруги такие палочки выручалочки так что ох классных вам друзей хорошего настроения крепкого здоровья все ребята я побежала вместо 30 минут мы с вами сегодня пробыли почти почти 50 так что пишите звоните все на связи хорошего дня и пока пока до встречи